В студии с выпуском новостей Меркедрасов. Здравствуйте. Кумертау с рабочим визитом посетил глава Башкортостана Рустем Хамитов. Сначала руководитель региона совершил поездку по Куиургазинскому району, а после осмотрел маслоэкстракционный завод в селе Маячный. Кроме того, делегация побывала на строительной площадке ледовой арены. Проблема финансирования следующего этапа строительства была обозначена Рустему Хамитову. Главе республики также доложили о планах по реконструкции стадиона «Шахтер» и оборудованию лыж и роллерной трассы. В Кумертауской мэрии руководитель республики провел совещание, на котором провел сравнительный анализ экономических показателей городского округа, района и региона в целом. 1 миллион рублей на оборудование. Такую поддержку за инновационный проект получат на днях республиканские политехнические лицеинтернат. Учебное заведение стало победителем конкурса «Инициативный инновационный проект» в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования. Повышение качества образования. Такую цель ставит каждое учебное заведение. У всех свои методы и пути для ее достижения, в том числе улучшение материально-технического состояния. Однако не всегда на оснащение хватает средств, выделяемых из республиканского или местного бюджетов. Выход для решения проблемы нашли в политехническом лицее. Педагоги приняли участие в грантовом конкурсе. В рамках федеральной целевой программы развития образования 2016-2020 мы участвовали в конкурсе «Инициативный инновационный проект». В этом конкурсе участвовало более 700 школ Российской Федерации. И вот нам удалось выиграть этот грант в размере миллиона. Мы очень рады, потому что проект у нас тоже очень интересный. Проект как раз-таки школа, вуз, преемственность такая школа, вуз, предприятие. Поэтому мы работали совместно с нашим кумертовским филиалом УГАТУ и с нашим предприятием, авиационно-производственным предприятием. В рамках этого проекта мы хотим приобрести и 3D-принтер, и другое оборудование, которое действительно нам поможет еще и в дальнейшем участвовать в других проектах. Учебные заведения планируют также приобрести компьютерную и лабораторную технику – интерактивные доски. К другим новостям. Рядом с территории радиотелевизионной передающей станции РТПС Кумертау установлены бетонные блоки, вокруг которых регулярно скапливается различный бытовой мусор. Подробнее о причинах его возникновения в нашем следующем сюжете. Как сообщил нам электромеханик станции Зуфар Таймасов, к центральным воротам РТПС практически каждый день приезжает молодежь на автомобилях. Они разжигают костры, громко слушают музыку и стреляют по стеклянным бутылкам. Кроме того, сотрудники станции постоянно обнаруживают на территории заброшенные через ограждение мусора. Весной большая часть отходов была вывезена, но так как мер по пресечению экологических нарушений не предпринималось, мусор рядом с бетонными блоками продолжает накапливаться. В прошлом году в Санкт-Петербург приезжали специалисты. Вот это вот увидели в бардак там. Ну там же они постоянно, это вот, бутылки там, грязь там все. Даже сказали, вот бардак у вас, прямо в ворота, говорит, и такой, говорится. Вот только недавно, где-то, наверное, час назад там музыка была, там пили-пили четыре человека, орали-орали, уехали. Вот только час назад такая белая машина была. Межведомственная служба, занимающаяся охраной станции, приезжает только на вызовы, касающиеся нарушений непосредственно на объекте. По мнению сотрудника станции, несколько лет назад, когда бетонные блоки находились на территории парка, подобных происшествий не было. Поэтому решением проблемы может стать возвращение блоков на прежнее место. Напомним, что радиотелевизионная передающая станция, рядом с которой совершаются экологические нарушения, является одним из важнейших объектов для города и района. В ее работе задействовано оборудование десяти предприятий. Это мобильные операторы, теле- и радиопередача, а также интернет и сигналы МЧС. На прошлой неделе в Куэргазинском районе, в селе Юмагузино, состоялось открытие мечети. До этого дня жители села были вынуждены совершать ежедневные молитвы дома, а на праздничные намазы ездить в другие населенные пункты. Теперь у юмагузинцев появился свой молитвенный дом. Первый азан, призыв к молитве, услышали жители деревни Юмагузино Куэргазинского района в минувшую пятницу. Здесь состоялось открытие мечети. По этому случаю приехали гости из республики, имамы соседних городов и районов, официальные лица. Храм появился благодаря инициативе и финансовой поддержке главы крестьянско-фермерского хозяйства Ильшата Мазитова. Мечеть носит имя Гаухар в честь мамы Ильшата Рашитовича, которой не стало 9 лет назад. Символично, что открытие состоялось накануне священного праздника Корбанбайрам, событием которого сельчане ждали многие годы и поздравил глава администрации Куэргазинского района Ахат Кутлахметов. Сегодня в деревне Юмагузино большой праздник. Благодаря поддержке Ильшата Рашитовича мы собрались по случаю открытия мечети. Разрешите поздравить вас с этим событием. Ахат Кутлуахметов пожелал сельчанам благополучия. Также глава района выразил благодарность всем юмагузинцам за их доброту, отзывчивость и трудолюбие. В своем обращении муфтий Нурмахамед Хазрат Нигматуллин подчеркнул, что открытие мечети – это праздник для всех верующих мусульман. Сегодня, в седьмой день священного месяца Зульхиджа, в одном из солнечных и красивых мест Башкортостана, большой праздник. Это не только праздник для деревни, района или республики. Это праздник для всей страны и для всех мусульман мира. Почему? Потому что, слава Богу, открывается новое здание, новый дом Аллах. Жителям села Юмагузина Нурмахамед Хазрат пожелал как можно больше совершать благих деяний. Много искренних поздравлений прозвучало от главы Ильгинейского поселения Тимура Идрисова и приглашенных на церемонию гостей. Главным пожеланием было то, чтобы двери мечети были всегда открыты и храм не пустовал. После того, как были зачитаны аяты из священного Корана, почетные гости разрезали символическую ленточку. В официально открытой мечети в этот день прихожане совершили первый намаз. Теперь сельчанам есть где читать молитвы за здравие родных и близких, вспомнить усопших, благодарить Аллаха за все блага. На минувших выходных в селе Бугульчанку и Ургазинского района произошло знаменательное событие для всех православных христиан открытия новой церкви. Для проведения церемонии был приглашен преосвященнейший епископ Салаватский и Кумертауский Николай. Он провел ритуал освящения специально заказанных для храма колоколов. В скором времени они будут установлены. Строительство церкви было начато несколько лет назад под руководством предпринимателя, уроженца села Николая Сергеева. Во многом ему помогали Ренат Кильдебаев, заместитель главы района по вопросам строительства Сергей Бухтияр, инженер и народный целитель, а также жители села. Мероприятие посетили почетные гости. Протерей Владимир, настоятель Казанского храма города Мелиуза, настоятельница Марфы Мариинского женского монастыря села Ира, матушка Серафима. Открытие церкви стало одним из самых долгожданных событий для православных прихожан, ведь теперь они могут продолжать традиции своих дедов и прадедов, зажигать свечи в храме и посещать богослужения. Кумерталские спортсмены продолжают покорять мировые соревнования. На этот раз за своим счастьем ездил кикбоксер Роман Суняев. Как преодолевал он свой путь к первенству мира и как приняла его такая страна, как Ирландия, узнавала наша съемочная группа. Все начиналось с первенства России, который проходил в Екатеринбурге. Роман ехал в качестве чемпиона и тут его ждала снова удача. Весить до 54 килограмм участвовало 20 спортсменов из разных городов России. Роман провел три боя, где одержал довольно спокойные победы. В финале достался соперник из Дагестана. И вновь победа досталась нашему земляку. После чего получил приглашение на чемпионат мира. Когда занимаешь первое-второе место на первенстве России, тебе дает, ну, как бы, ты попадаешь в сборную России. И вот, и из сборной России ты можешь принимать участие на международных соревнованиях. Европа, мира. Вот, в этом году проходила мира. И, ну, мне прислали приглашение, то, что, ну, заявку, то, что я могу участвовать там в составе сборной России. Первенство проходило в Ирландии. Перед тем, как поехать за границу, Роман проходил учебно-тренировочные сборы в Подмосковье. Тренировки проходили две недели. По словам Кумертаусца, спортивная подготовка далась Роману очень тяжело. Было по три тренировки в день. Очень, ну, ранний подъем, то, ну, в полседьмого. Вот, мы шли на зарядку. Зарядка проходила от часа до полтора часа. Но это не такая зарядка, как вот, ну, как показывают по телевидению. Там совсем все по-другому. Вот, после этого у нас была, ну, была тренировка. Тренировочный процесс прошел на славу. В хорошей физической форме спортсмен прибыл в Ирландию, где провел три боя. Сначала с легкостью одолел итальянца, а в полуфинале был повержен противник из Казахстана. В финале вновь Роман столкнулся с серебряным чемпионом России, спортсменом из Дагестана. В тяжелейшем поединке наш земляк уступил сопернику. По словам Романа Суняева, это была судьба. Я не могу сказать, что я точно проиграл, потому что там есть некоторые сомнения. Ну, возможно, потому что я ничего не буду сейчас грешить. Он тоже молодец. Он только так же старался, так же готовился. Ну, ну, такая судьба, значит. Роман вырезал большую благодарность своим родителям и жителям города за финансовую поддержку. Полностью оплатили поездку, это мы, то есть с женой, оплатили эту поездку полностью. И огромное спасибо тем людям, которые действительно помогли, скидывали деньги. После проигрыша Роман не собирается опускать руки. Впереди у него длительные тренировки и подготовка к следующим спортивным соревнованиям. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи.